Выставка ярмарка Козюки проводится неизменно в начале марта, в день именин Святого Казимира, покровителя всех мастеров и ремесленников. Испокон веков этот праздник организовывали ещё наши предки. Было время, когда о нём забыли. Однако ровно 20 лет тому назад традицию проведения ярмарки ремесленников снова возродили. И теперь слова о Козюках гремит на всю Европу, ведь этот праздник проводится одновременно сразу в трёх странах – Белоруссии, Польше и Литве, и в каждой со своими особенностями. Следует отметить, что у поляков есть очень красивая традиция – тлустыц-швартек. Это когда поляки друг другу дарят пончики с маком, со сгущенкой. И мы сегодня эту традицию поддерживаем и тоже угощали и ремесленников, и народ, и гостей пончиками. Ежегодно на международную ярмарку ремесленников Гродно съезжаются лучшие мастера декоративно-прикладного искусства. Не только со всех уголков Беларуси, но и за рубежа. К сожалению, эпидемиологическая обстановка сейчас не самая благоприятная. Однако даже это не помешало Мирославу Павлюку, мастеру по дереву из Украины, поддержать добрую традицию и приехать на ярмарку уже в 15-й раз. Что сделаем, то привезем, покажем. Ну, стараемся что-то новенькое сделать. Общаемся, меняемся опытом и с вашими мастерами. Что-то себе беру, что-то от себя отдаю. Ну, как-то так. Потому и едем. Потому что если на одном месте, ну, на одном месте камень не обрастает, но он не катится. А вот который катится, он что-то достигает жизни. Вот и все. На ярмарку ремесленников Козюки народные умельцы едут не только, чтобы продать товар. Для многих мастеров это своеобразный ритуал начала творческого года. Те, кто совсем недавно начал заниматься декоративно-прикладным искусством, по древнему обычаю посвящают в ремесленнике деревянной ложкой более опытные коллеги. Кроме того, существует поверье. Каким в этот день будет торговля, так и будешь зарабатывать и весь год. Заручиться поддержкой святого Козимира приезжают порой целыми коллективами. Так, например, из могилевской студии времен на ярмарку ремесленников Козюки приехало 8 мастеров, и каждый со своим видом творчества. Мы занимаемся всеми видами творчества народного. Значит, у нас керамика, работа на дереве, работа с дерева, куколки разные, сейчас они очень модные, тряпичные куколки, бисер, гайтаны. Самые у нас, конечно, гайтаны. Это, как вам сказать, это славянские обереги. Когда-то славяне проживали на территории Белоруссии, когда еще Белоруссии не было. И они себя, чтобы защитить, они придумали различные эти вот знаки символические. От сглаза, деньги, чтобы в доме водились, чтобы замуж девушка вышла, родила, чтобы ребенок был. Это все они придумали. Мы с этого берем и делаем, плетем гайтаны. В самом сердце ярмарки развернулся кузнечный двор, где мастер-класс, как из металла сделать невероятно красивые предметы декора и даже цветы, проводили всем желающим. Попробовать себя в роли ученика-мастера может каждый. Однако в кузнечном деле есть много нюансов. Сначала нужно разогреть металл до необходимой температуры, а только потом переложить его на наковальню. И тут уже нужно приложить силу. Со стороны работа мастера кажется достаточно незатейливой. Однако это только на первый взгляд. На самом деле, чтобы сделать обычный гвоздь, кузнецу нужно от пяти до десяти минут. А если учесть, что сам молоток весит около килограмма, и в течение всего рабочего дня кузнец постоянно поднимает и опускает его, прикладывая силу, чтобы придать металлу нужную форму, за день количество ударов может доходить до 20 тысяч. Но все эти усилия – ничто по сравнению с тем, насколько интересным может получиться само изделие из металла. Когда его нагреть, он совершенно не грубый и не жесткий. При этом он еще может в итоге получиться довольно-таки пластичным, интересным и красивым. Вот, видимо, это меня в нем привлекает, что из, как вы говорите, из пуска железа неотесанного получается совершенно удивительная, красивая, а порой даже и функциональная вещь. Козюки – это не только праздник для ремесленников. Это еще и олицетворение весны. Тем более, в преддверии женского праздника на ярмарке можно было найти самые необычные и уникальные в своем роде подарки для любимых женщин. Ольга Пранкевич, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Новости Гродно. 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 Новости Гродно